Привет! Мы начинаем прямой эфир по теме педикюр дисками. Катя, помаши ручкой нам в камеру. Всех приветствуем! Вести я эфир буду со своим педагогом. Это Людмила Пустовойтенко, наш эксперт из ростовской школы. Преподает она программу уже более 13 лет, принимала от меня все базовые программы. То есть я начала преподавать в 2002 году, вела я только базовые потоки нон-стопом по 11 групп в году. И через 6, где-то 8 лет, когда я уже все понимала, что мне надо двигаться дальше, когда в компанию пришла Люда, да, и она у меня забирала все эти базовые потоки, сразу преподавала по огромному количеству человек в классе. Не как я постепенно привыкала, там, знаете, сначала 3 ученика, потом 5, потом 10. Люда вела сразу по 20-22 человека в классе и до сих пор преподает базовые потоки. у нас в ростовской школе. Сейчас у нас базовые потоки до 60 человек в классе. И работает она уже не одна, а еще с тремя педагогами, да, с тремя или с четырьмя, или с двумя, ну-ка, напоминаем. Четыре нас. Четверть, да, да, и плюс еще 3 педагога с ней сейчас в классе работает. И сегодня мы будем презентовать программу онлайн, которую Люда сейчас запускает и является главным экспертом этой программы. Это программа повышения квалификации для практикующих мастеров педикюр дисками. Для кого эта программа подойдет? Мы обязательно сейчас сделаем мастер-класс, разберем технологию в прямом эфире. Для кого эта программа подойдет? Для мастеров, работающих, конечно же, кто уже имеет базовое образование, но учился, например, 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад или 20 лет назад, когда еще не было педикюр дисками. И он хочет повыситься, то есть взять небольшой, короткий курс повышения квалификации с пожизненным доступом, да, вы знаете, что у нас пожизненные доступы к обучению. Возможно, вы учились, кстати, у Люды. Поставьте плюсик, кто учился у Люды, и кто хочет пойти к ней на повышение квалификации по педикюру дисками. Ну что, поехали. Мы сейчас начнем делать педикюр Кати Мирошниченко. Она с радостью вызвалась быть нашей моделью. И мы уже нанесли размягчитель. Люд, покажи, какой ты размягчитель нанесла. Да, мы использовали размягчитель на основе фруктовых кислот. Не зря мы его выбрали, потому что, собственно, показания у Екатерины – это незначительное роговение, незначительное расщепление. А ты говорила, что он как пилинг работает. Да, он работает как пилинг. Он очень мягко отслаивает с поверхности роговой слой. Его даже можно при помощи шпателя вначале счистить и потом сполировать. И это будет очень деликатный уход для кожи, скажем так, не требующий каких-то глобальных очищений. Да. Поэтому, собственно говоря, мы его нанесли, он сейчас у нас начинает действовать. А мы пока можем поработать, допустим, с пальчиками. Давай. Так. А почему ты не наносишь на плюсневую часть, а только на пяточки? Ну, потому что на плюсневой части у нас все замечательно. Нам достаточно будет пройти… Ну, Патя, какие у тебя ножки хорошие. Да. Я не знала, что они у меня хорошие. Очень-очень хорошая стопа. Без вообще особенностей каких-либо. Вот. Поэтому плюсневая часть не потребует никаких вмешательств. Да, ну и пока у нас размягчитель действует, мы вот здесь вот Катеньки гель-лак снимем. Тут ты ударил, что ли, или что ли? Спотыкнулась. Спотыкнулась. А что? Об порог. Об порог. Пока Люда снимает гель-лак, цветной снимать мы будем обычной кукурузной розовой фрезой. Можно позадавать вопросы. Можно позадать вопросы, в принципе, любые, касательно педикюрных технологий. Можно позадать вопросы относительно косметики, которые мы используем для педикюра. И можно позадавать вопросы относительно нового курса педикюр-дисками. Ну, вижу плюсики ваши. У нас сейчас в салоне мастера работают и колпачками, и дисками. Каждый выбирает для себя свое. Кто-то любит больше колпачками, кто-то дисками. Разница в себестоимости, конечно же, диски, они меньше по себестоимости, чем колпачки. И мастера именно из-за этого момента, сейчас все больше и больше выбирают педикюр дисками. Именно из-за цены, из-за цены расходников. Расходники, накладки на диск, они очень низкой стоимости. Мы снимаем цветной гель-лак, видите, не до конца. Не оголяем натуральную пластину, оставляем тонкий слой базы. Этот тонкий слой базы мы потом перетянем новым слоем базы, чтобы не оголять ногтевую пластину, не истончать ее, не травмировать, не перепиливать. Если снимать базу полностью каждый раз, вы истончаете. И может появиться унихолизис. Я так думаю, что вы не раз сталкивались уже с унихолизисами на ногах. И клиенты, наверное, сейчас каждый второй идет к нам с унихолизисом на ногах. И причин очень много, это и давление в обуви, неудачная обувь, ну, либо перепилы при замене гель-лакового покрытия. Если на стопах очень большая набросила, образовывается за полтора месяца, работу размягчатим, как я хочу поделать, если на стопах очень большая образовывается, непонятно, что написано, что образовывается. Ну, как бы, наверное, очень сильно... Гиперкератоз, ороговение? Да, ороговение, возможно. Ороговение. Ну, здесь нужно комплексно разбираться в причине, потому что причины гиперкератозов могут быть множество, но условно их разделяют на две, да, это внутреннее и внешнее. Внутреннее – это всегда заболевание, то есть нарушение обменных процессов, а наружное – это неправильный уход или неправильный подход к уходу, ну, то есть или полное его отсутствие. Соответственно, то есть если мы знаем причину, то есть нам, безусловно, легче с этой проблемой бороться, то есть строить отношения с клиентом в плане именно профессиональной обработки. Вот, поэтому, если мастер разбирается в причинах проблемы, если он обладает различными техниками, он без труда может найти выход из сложившейся ситуации и с клиентом, со своим, просто выстроить правильные именно процессы в... Восстановление кожи. Да, восстановление кожи. То есть здесь и косметика очень нужна, и внимание со стороны мастера – это один момент, и внимание со стороны именно домашнего ухода – это, безусловно, ну, можно сказать, 80% успеха. Да. Но есть еще моменты, смотрите, когда у нас неправильно распределяется нагрузка по стопе, и, возможно, может потребоваться дополнительная консультация стопеда либо подолога, кто занимается коррекционными системами и делает разгрузку. Разгрузку по стопе. Ну, и иногда достаточно просто поменять обувь, то есть там нужно комплексно к этому подходить, выявлять все причины, и уже тогда работать с этими причинами, смотреть все причины. Сахарный диабет. Сахарный диабет. Ну, здесь и эндокринолог тоже, как бы, очень важен, потому что, опять же, нарушение обменных процессов, то есть очень сильно нарушает косметику. Косметику использовать, конечно же, для диабетика в домашнем уходе. Обязательно. Ну, то есть, и стараться, конечно, сохранять, а не нарушать. То есть здесь чистая эстетика зачастую, такая фонетичная эстетика, она очень не грязна. То есть здесь важна очень деликатность, и вот этот вот момент вовремя остановиться и не переборщить. Ну, с диабетиками это тем более важно, особенно важно. Особенно важно, да, и об этом важно не забывать, потому что многие мастера не придают зачастую этому значения. То есть и тем самым сами клиенты своего гробят. Ну, либо усугубляют ситуацию. На какой скорости ты делаешь снятие? Снятие мы делаем обычно... 18-15, в зависимости, опять же, от нанесения слоя, потому что есть слои, наносятся очень, такие, скажем так, утолщенные, потому что с разным приходится работать последствиями, да? Не всегда это твой клиент. Вот. А так в основном 15 тысяч оборотов, то есть нормальная скорость для того, чтобы очистить деликатно. То есть если утолщение, тогда это 18 тысяч, потому что нужно понизить толщину. Так, мы убрали. Сейчас мы откорректируем длину. Так, исходя из нужной нам симметрии. Не спросила у клиента о предпочтениях в длине. Мне максимально подмясо. Максимально подмясо. Как и какой фрезой обрабатывать у них ауксис? Тоже можете использовать кукурузные фрезы, керамические, либо твердосплавные, но чаще керамику используют. А если вам нужно точечно почистить где-то ложе, в пазухах, либо он очень разрушенный ноготь, и вам нужно, ну, как, знаете, вот, ну, как, более локально, то вы используете уже любые алмазные фрезы, подбирая по размеру, по диаметру, по форме. То есть здесь можно и шары использовать, и цилиндры со скруглением, и конусы со скруглением, грушевидные фрезы. Их очень много, они взаимозаменяемые, поэтому вы используете то, что вам подходит. И то, что вам удобно. Ну, в основном это либо керамические кукурузы, либо алмазные фрезы разной формы и разного диаметра. Как ориентироваться на симметрию? Основные ориентиры в строении ногтевой пластины это ногтевые валики. Соответственно, то есть мы должны всегда посмотреть по пропорции валика, да, и свободный край у нас ориентировочно должен заканчиваться на границе вот начала валика. Вот, то есть, грубо говоря, свободный край у нас лежит в пределах подушечки пальца, да, и, соответственно, то есть угол пересечения, боковая линия и линия торца, да, то есть вот он прямой угол, вот, собственно, должен быть снаружи. То есть если вы заводите глубоко щипцы в боковую часть ногтя, соответственно, это приведет к вырезанию, это приведет к нарушению, к деформации, к врастанию, ну, то есть много очень последствий может быть. Да, так делать нельзя. Поэтому ориентируйтесь на ориентиры. Так, подпилим свободный край. Ой, покажи эту фрезу. Берем наш любимый конус. Это моя самая любимая фреза, потому что ее можно и моделировать, и педикюр делать, и маникюр делать, и подпиливать даже свободный край, потому что у нее вот этот вот, да, торцевая часть, она тоже имеет образец. Очень универсальная фреза. Да, что мы, в принципе, сейчас и сделаем. Сейчас немного зачистим сверху. Расслоечки птериди подхватим. Подпилим свободный край. Мастер, который умеет работать усеченным конусом, он может ее использовать очень многофункционально, очень. Вообще, ну вот не знаю, как вы, а я не люблю, кстати, напишите ваше мнение, когда свободный край при педикюре, при аппаратном, на ногах подпиливают пилкой. Вот это вот, в смысле, у тебя аппарат в руках, у тебя фрезы различной формы и диаметра, бери фрезами полностью все делаю. Поэтому я за фрезы. И свободный край подпиливать мы должны усеченным конусом либо цилиндром. Чем убирать им длину? Мы убирали длину кусачками. Сейчас покажу вам. Можно использовать щипцы. Мы взяли просто кусочки-пискаточки. Можно использовать парусные либо полупарусные щипцы для ногтей. Люд, делаешь ты обзор инструментов в программе? Мало ли. Да, конечно, обязательно делаю. Да, обычно, конечно, полный разбор инструментария и, знаете, классификация пресс делается в базовой программе педикюра. Но я думаю... Нет, я прошлась по самым необходимым именно в аппаратной технике инструментов для того, чтобы мастер понимал, что ему необходимо держать под рукой. Соответственно, все необходимые инструменты, то есть они в обзоре есть. Девочки, сохраните эфирную. Могу посмотреть. Сохраним. Девочки, сохранили, не переживайте. Фрезой боюсь, а пилочкой правда неудобно. Конечно, неудобно. А что значит боюсь? Что значит боюсь? Девочки, это очень легко и просто. Но вы же мастер по аппаратному педикюру. Наоборот, фрезой более безопасно. Вы не цепляете соседние пальцы. Вы не цепляете там около-могтевые валики так сильно, как фрезой. И половину педикюра можете сделать. Да, аккуратнее. А если страшно, рекомендация. Уберите немножечко оборот. Замедлитесь. То есть дайте себе время просто привыкнуть к фрезе. То есть я обычно так на курсе девочкам говорю, потому что все хотят изначально какую-то скорость бешеную. Чтобы быстро получалось. Но если вы именно дадите себе время привыкнуть, отработать, то страх он идет сам с собой. Потому что вы должны выработать привычку с любым инструментом, с которым вы, допустим, работаете или с которым у вас не получается, допустим, что-то. Вот. Поэтому обратите внимание на размер. Может быть у вас такая фреза ну как бы немножечко крупноватая, поэтому вы боитесь там ей лишнего захватить. Такое тоже может быть. То есть в нашем случае это размер четыре с половиной миллиметра. Это самый оптимальный размер, который прекрасно ложится на валике, на ноготок. И соответственно, то есть многие функции может сразу же вам закрыть. Опять же, да, то есть те же самые зачищения пальчика, да, растертого. И пока универсальная сюда, что можно залипать вверх зачистить. Да, все слоечки. Сразу закрывать. Давайте я вам отвечу на вопрос, почему у нас аппарат без пылесоса. У нас были до этого немецкие аппараты, где один привод и он идет с пылесосом. А потом мы стали использовать немецкие аппараты очень дорогие в обслуживании. Мало того, что они дороги сами по себе, они очень дорогие в обслуживании. Поэтому мы перешли на аппараты двухприводные. И один привод, который для пальчиков, он без пылесоса, а только второй привод идет с пылесосом, который работает по стопе. Но для дисков нам сейчас нужно нашему производителю и дать корректировку, чтобы... Тоже, диск не может туда вставлять? Нет. Да, к сожалению, я. И для дисков сейчас будем просить, чтобы откорректировать. Если же хороший выход на самом деле, то есть приобрести отдельный пылесос, вытяжку, подставить. Которую, да. Но мы сейчас в съемочном кабинете, видите, у нас здесь как бы вообще просто он шумит и монтаж и съемка. То есть мы, когда мы делаем съемки, смотрите, съемки там эфиров, мы такое оборудование сюда не тащим. То есть мы же не в работе. А вы в работе, конечно же, можете использовать навесные пылесосы, притяжные пылесосы, снизу, сверху, сбоку. Обложитесь пылесосами хоть там полушно. Вот. Поэтому пока аппарат я не могу посоветовать, который универсально подойдет и для колпачков, и для дисков. Для дисков мы сейчас будем просить, чтобы откорректировать. Я вам покажу сейчас ручку с пылесосом, который для колпачков идеально подходит, это для дисков не очень. И мы сейчас будем просить менять ручку с пылесосом. Да, видите, она какая. И вот эта часть, которая, когда работает колпачок, фреза с колпачком со сменой, здесь очень удобно. Но для диска это неудобно. И мы сейчас будем просить вот эту часть, вот этот, ну то, что подводится как пылесос, мы будем просить уменьшить. И уменьшить, изменить форму, чтобы можно было работать с дисками. Ну и благо этот производитель, он, ну как свой, как говорится, свой. И я думаю, что он это сделает. Сможет сделать. Поэтому сейчас пока не могу порекомендовать аппарат, который подходит универсально и для дисков, и для колпачков. И чтобы он был оптимальный по цене. Потому что есть, которые сейчас универсальные, но чаще это немецкие приборы. Сколько сейчас немецкие приборы стоят? От 80 тысяч. И то это не встроенные, а портативные такие, знаешь, портативные. Ну а вообще хороший немецкий аппарат, он 100-150 тысяч. Да, но они отстали, отстали и погнали. А нормальный такой встроенный в тумбе, там пешкисты. Там есть особенность, на самом деле, не во все, скажем так, не все диски будут подходить к ручке аппарата, потому что там зажимное устройство определенной глубины. И если у вас, допустим, хвостовая часть у диска короткая, то она элементарно будет просто не зажиматься. Поэтому в данном случае есть специфика подбора. То есть, если у вас аппарат с пылесосом, то в данном случае не все диски будут подходить для работы. Для аппаратов, у которых зажим такой фиксирующий, здесь все равно, какая модель у вас диска будет. И в данном случае сложности никаких. То есть, сложность только приобрести пылесос, чтобы работать без пыли. Так, ну что еще? Вопросики. Вопросики. Сейчас мы обрабатываем кутикулу и околоногтевые валики каплевитной фрезой. Можно использовать пламя разного диаметра. Ну и я думаю, что мы на этом закончим. Игловидной фрезой будешь проходить в пазухи? Я уже прошла. А, она уже прошла. А, хоть и пропустила. Я пропустила. Да. В принципе, минимальное количество фрез. Вот вам, девочки, смотрите, советуют в чате, какой пылесос лучше приобрести. Dustfree пишет вам. Шикарный пылесос. Вот очень хорошо, что в чате можно все это посоветовать, порекомендовать. Шаром немного загладим. поверхность валиков кутикулы. Урок по обработке пальцев, он есть в курсе педикюр дисками. И если вы... Не один. И не один, да. И если вы учились, допустим, очень давно и в вашей базовой программе не было аппаратного педикюра, и вы изучали только классический педикюр, европейский педикюр, там, механический, то это курс повышения квалификации, который включает в себя аппаратную обработку кутикулы, а не только работу дисками по стопе. То есть мы сначала думали, что сделаем уроки только по стопе, а потом я поняла, что, ну, во-первых, это неудобно. Могут взять мастера данный курс повышения, ну, кто до этого на аппаратный не учился, это слишком узко. Поэтому курс полноценный, включает в себя и обработку пальчиков. Полный разбор, как обрабатывать пальчики. Сколько уроков у тебя по обработке пальчиков? Три урока. Три урока. А чем они отличаются? Расстое состояние, есть гиперкератозные ногти, есть несложные валики, есть такие умеренно роговевшие. Ну, то есть все для того, чтобы мастер посмотрел как, насколько, да, то есть какие инструменты могут быть использованы в данных случаях. При разных состояниях ногтя и околоногтевых тканей. Почему форма черная? Екатерина Николаевна, почему у нас форма черная? Ну-ка, расскажи. Почему фир стиль Эми сейчас меняется в более черный цвет? Почему мы, у нас часть фартуков белых, просто сейчас футболок, по-моему, в наличии белых нет, и все там, все выбирают по-разному. Кто-то у нас покупает черные фартуки и берут белые футболки, а кто-то покупает белые фартуки и белые футболки. А вообще все зависит от фирменного стиля салона. То есть, ну, салон определяет, в какой форме работает мастер. И давайте сейчас вы здесь в эфире не будете придираться, почему мастер в черной форме, а почему на нем нет фартука. Это сейчас неважно. Смотрим на педикюр. Так. Так, по пылесосу я на вопросы ответила, не буду сейчас повторять. Сколько должен стоить аппаратный педикюр и какая разница? Смотрите, давайте, пока Люда наносит кутиклоремовер на кутикулу и там зачищает палочкой апельсиновой, я отвечу на этот вопрос. Все зависит от рынка. Понимаете, мы работаем на рынке, рынки разные, рынки локальные. И есть, где цена, допустим, на рынке не отличается. У нас в Ростове отличается цена классики от аппаратного педикюра. Аппаратный педикюр у нас средняя цена по городу, например, полторы тысячи рублей, а классический педикюр средняя цена по городу, Люда, помогай мне. Тысяча триста. Ну, тысяча, 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 да. Да, тысяча, тысяча. В основном, тысяча, я вам так скажу, если так вот прям по-среднему взять. У нас в салоне мы не делаем разделение между классикой, между аппаратом, между там европедикюром. У нас все по одной цене. У нас то же самое в маникюре. Мы не разделяем стоимость классического маникюра, аппаратного маникюра, не дай бог еще мужского маникюра. Потому что есть салоны, которые там, знаете, мужской маникюр дороже, или там аппаратный маникюр дороже. Я больше, как сказать, исповедую ту философию, когда вы должны владеть всеми методами обработки. Клиент, когда он записывается, он не знает, какой для него лучше относительно его состояния кожи, показаний и противопоказаний. И здесь, ну, не должно быть такого, что клиент, допустим, ориентировался на один вид маникюра, пришел ему мастер, говорит, вам подходит другой, и тут как бы бац, и сюрприз по цене. То есть нежелательно это допускать. Лучше всего владеть всеми методами, уметь их грамотно сочетать в работе, и подбирать, ориентируясь, под желание клиента, либо под состояние кожи, показания, противопоказания. И в идеале тогда не нужно делать разделение по цене. То есть вы делаете единую цену на маникюр, единую цену на педикюр. Понятно, что маникюр немного дешевле, педикюр дороже, но все виды педикюра у вас по одной цене. Все виды маникюра у вас по одной цене. Потому что вот как по мне, смотрите, как по мне, классика геморройная, блин, я бы классику вообще бы не делала, в чистом виде. Но есть, когда мы какие-то элементы классики берем в аппарат. Проверяем связь, переключились с Wi-Fi на 3G. То есть есть, когда мы какие-то элементы классики берем в аппаратный педикюр. Есть, когда мы какие-то элементы аппарата берем в классику. И лучше всего, лучше всего, это смешанные техники, понимаете? Смешанные техники, это там, где надо, обрезали, там, где надо, аппаратом. Там, где не надо, вообще аппарат не используем. Есть клиенты, у которых чувство непринятия, вибрации аппарата. То есть, они вообще аппарат не переносят. И им нужно делать и не классику, а больше даже евро. Так, девочки, секунду, переключаемся. Да, мы сняли с одной стопы. Ой, смотрите, как прикольно. Салфетки с размягчителем, да. Я взяла просто нашу основу, она как шпатель может работать. И вы можете аккуратно снять, ну вот, смотрите. Алгонь вообще. Вот. Можем снять роговения, именно поверхностные, что, опять же, не позволит нам в процессе работы эти роговения, ну, знаете, как, просто содрать с поверхности, ну, если так уж прямым, нормальным языком говорить. Да, 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 да. Так, и просто нам останется деликатно доработать какие-то места, да, то есть с разрывами, то есть сполировать их, а так в целом, то есть поверхность абсолютно уже норм. Убираем второго. Вот, ну, опять же, повторюсь, то есть это для жесткой кожи не совсем подходящая техника, она больше подходит для кожи обезвоженной, для кожи с таким умеренным роговением, и это, безусловно, то есть позволит мастеру выйти на новый уровень в плане работы, именно такой оздоровительной, терапевтической, восстанавливающей. Не все об этих, скажем так, нюансах знают, кератолитиков наших, то есть и были такие моменты, когда мне ученики спустя там время говорили, то есть я не понимаю, как работает кислотный кератолитик, то есть вот этот вот момент. Смотрите, у него щелочная среда, но здесь соли, кислот дополнительно в составе есть, они дают более смягчающее действие, хотя среда у нас щелочная. А если мы берем кератолитик на мочевине, он также работает? Нет, мочевина, она дает такой легкий увлажняющий, рыхлый эффект, но он влажный, как бы такая вот, рыхлая кажется получается, когда мы работаем по стопе, ну то есть не получается вот этого, ну скажем такого, как это назвать, размокшего, счищающего эффекта такого нет? Да, такого нет, эффекта не будет. Ну и соответственно, то есть показания в работе с мочевиной, это также обезвоженное, также умеренное, при гиперкератозе, при сахарном диабете. Единственная нюанс, это щелочной кератолитик, то есть его рекомендовано использовать только при застарелом гиперкератозе, то есть именно избыточной массы, то есть когда в такой стекловидный эффект идет, при гидрозе с гиперкератозом, то есть когда опять же, то есть как резина плотная, жесткая, вот он тогда облегчает снятие и очищение. Но щелочные нельзя применять при допустим обезвоженной тонкой коже и нельзя применять при диабете. Да, то есть это как бы его противопоказание. Поэтому когда у нас есть в руках инструмент в виде препаратов, конечно это нам помогает подобрать для клиента индивидуальный подход и конечно же свою процедуру выводить именно на уровень восстановления и поддержания, а не на какой-то момент конвейерный. Да, не когда одноразовая процедура, а когда вы пролонгированно работаете с клиентом на долгосрочную перспективу и даете не разовый какой-то эффект, краткосрочный, а даете пролонгированный результат. Да, тебе понравилось? Ну да. Катя уже довольна результатом. Прикольно, я не знала просто. Да, мы работаем. Слушай, а у меня почему-то перегревается телефон, не могу понять почему. Так, девочки, секунду, я переживаю, что сейчас у меня телефон вырубится просто. Так, девочки, если не вдруг у меня выключится эфир, я выйду, да, и перезайду, все сохранится, потому что сейчас Instagram все сохраняет. Почему-то перегревается эфир. Так, мы сейчас взяли абразивность на 80 для такой вот локальной зачистки таких органей. Салфетки на стопу под кератолитик, на кератолитик мы использовали обычные безворсовые Эми. Это салфетки просто одноразовые. Диски Stalix Pro. Так, порекламируем Stalix немножечко. Да, и сменные насадки. Так, запускаем. То есть нам именно локально сейчас нужно пройти жестким образованием здесь. Так, ответила, какими дисками работаем. Будет ли запись, да, постараемся запись сохранить. С покрытием ли стоит полторы тысячи рублей. Сюда входит только лечебный лак. Ну, условно, можно сказать, что без покрытия, но в педикюр без покрытия у нас, допустим, и в педикюр, и в маникюр без покрытия у нас всегда входит лак лечебный. Гель-лак это еще плюс 800 тысяч рублей. Если с гель-лаком получается средняя стоимость педикюра с гель-лаком, это аппаратного, да, 2-2,5 тысячи рублей. Какой диаметр ты сейчас взяла? Я в основном всегда использую диаметр М. Это 2 сантиметра. Вот. Что я могу сказать? Это то, что много вопросов бытует о том, что дисковая техника убивает ручки аппаратов. На самом деле, правильная техника, правильный подбор, опять же, диаметров исключить такую возможность. Но почему М? Он универсальный, и, опять же, вы можете и на маленьких локациях работать, и на крупных одним размером. Количество, опять же, вот размеров, ну, то есть, это уже, ну, как бы, такой момент индивидуальный. То есть, мастер хочет владеть всеми размерами, да, то есть, они у него все будут. Будет ли он ими пользоваться всегда, не факт. Вот. Поэтому, как бы, все можно приобретать. Если бы ты как мастер, смотри, работала, ты бы один диаметр взяла? В будущем, да. Но, учитывая, что я очень жадный мастер, и я люблю владеть всем, чтобы у меня было всегда все, вот, что, как бы, в принципе, у меня и есть. Но работаю одним размером. То есть, в редких случаях, допустим, там, приходит ко мне клиент, и у него крупная очень подошва, и очень, там, запущенный момент, я, конечно, возьму размер покрупнее, потому что это быстрее будет. Вот. А учитывая, даже, вот, состояние сейчас Екатерина Николаевна, да, то есть, такое вот... Какую скорость ты используешь? 20 тысяч оборотов. Девочки, смотрите, у дисков, ну, и вообще у фрес, у них универсальный диаметр ножки. Это подходит под все абсолютно аппараты. Стронг, не стронг, маратон. Поэтому я думаю, что да, подходит. Все подходит? Конечно. Конечно, подходит. Это европейский стандарт, потому что по-другому и быть. Не подходит это, если только вот как вот здесь, видите, на пылесосе, да, вот этот вот, как хоботочек вот такой, видите, вот здесь не подходит. Да, и мы будем просить, допустим, вот эти части переделать для нас индивидуально. Ты сейчас сменила абразив? Да, абразивность сейчас 180 единиц. Ей я уже прохожу по всей профиле. До этого какая абразивность была 100? Была 80 единиц, и я локально прошлась именно по самому. Только полеток пошла. Катя, тебя до этого делали и дисками, и колпачками? А что тебе больше всего нравится? Скорость. Ну, этих, да, клиентам, если честно, без разницы. Почему выбирают диски? Ну, потому что дешевле. Просто тупо, потому что дешевле. Вторая, педикюр дисками. Мы презентуем новую программу повышения квалификации от Людмилы Пустовойтенко. Это педагог ростовского учреждения. Переподключаемся. Вторая часть прямого эфира. К сожалению, телефон у меня почему-то перегрелся. Мне сказали, что так новые телефоны могут себя вести, пока они еще настраиваются внутренне. Все, мы закончили. Да, сейчас будем полировать. А какой диск мы берем для полировки? Можно продолжить. А, имеется в виду абразив. Простите, как я думала о размере. Вот. 320 единиц. Ой, какой у тебя тут прикладненько. Да. Такой вот универсальный контейнер. Сейчас мы аккуратно отклеим. Кориклеем. Получается, мы использовали три абразива. Не всегда три абразива используются не на всех стопах. То есть, работаем по показаниям. По показаниям. То есть, 80 единиц мы используем только на очень сильные. Мы опять же, у нас работали очень долго 80 единиц. Организация. Это такой момент. В основном, ну, три диска, три файла. Это такой должен быть очень запущенный случай. Сейчас у нас абразивность какая? 320 единиц. То есть, мы сейчас на сухую проходим для того, чтобы убрать именно мелкие частички, такие вот торчащие. Потом мы нанесем масло терапевтическое, терапиоэлл, ватрем в поверхность и еще полируем по маслу. То есть, чтобы эффект был такой более длительный после педикюра. Вопрос после кутикулоремовера. Что делали? После кутикулоремовера мы палочкой дочистили птериги под кутикулой. Да, под кутикулой. Саринки подобрали и все. Если вы видите, что остались заусенчики какие-то по кутикуле, по боковым валикам, конечно, вы можете инструментом все это дело подобрать. И после кутикулоремовера дополнительно использовать металлический инструмент. А какой у нас аппарат? У нас аппараты «Маратон», «Эксперт-про». Эфир мы постараемся сохранить, причем будет две части эфира. А их что, можно соединить? Да, выкачивать. Да? Ничего себе. У вас даже так можно... Валера, хочешь потрогать мой телефон? Просто кипяток. Кипятище просто. Может, у него в мокрую тяпочку как-нибудь? Верхкости крана уменьшить, чтобы меньше аккумулятор. Давай я это что-нибудь холодненькое приложу, чтобы мне в третий раз не выходить. Так, берем терапевтическое масло. Валерчик, помогай, а то я же не вскочу. Какой-нибудь можно салфетку просто. Пряпочку. Покажи масло. Ну, Коль, пару капельок. Завершающее движение у вас обязательно должны быть по рисунку. Есть ли диски Эми в продаже? Нет, пока у нас дисков Эми нет в продаже. И вы знаете... Да, вот. Услышали, Екатерина? Ну-ка, еще раз скажи. Нахера не нужны? Покупайте в другом месте. Нахера не нужны? Покупайте в Сталиксе. Это, знаете, пусть занимается каждый своим делом. Мы не продаем инструментарий. Металлический. Мы не продаем диски со сменными файлами. Вы научились, как работать. Да, но мы можем научить, как работать. Поэтому... То, чего нет у нас в ассортименте, мы пока рекомендуем покупать у других компаний. И компанию Сталикс, например, мы очень любим. Очень любим. Если кто-нибудь смотрит из представителей компании, вам огромный привет. Мой телефончик. Знаете, у него температура поднялась. Я его протираю сейчас мокренькой тряпкой. Как ребенку температуру взбивают, так и мы. Спасибо, что послали по назначению. Ну, это... Ничего не послали. Просто, смотрите, занимаемся пиаром и продвижением коллег по рынку, по цеху. Это, кстати, очень круто, когда вы продвигаете коллег по цеху. Это самый мощный кармический менеджмент. Слышали об этом? Сейчас мы работаем на оборотах порядка 20 тысяч. 20 тысяч. От начала до конца работаем. Я единственный оборот снижаю, когда перехожу на партии, потому что там площадь обрабатываемая меньше. Если вы на большой скорости, да, на полноценной рабочей скорости работаете, это будет очень горячо. Также, когда вы трещинки обрабатываете, тоже немножечко понижаете скорость и локально обрабатываете эти проблемы. Покажешь еще раз маслице? Маслице, пожалуйста. Масло мы использовали свое терапевтическое. 95% натуральных ингредиентов. Спасибо большое. Ого, мне даже лед принесли. Можно ли показать, что стоит на столе? Сейчас все покажем. Не влияет ли обороты на ручки при ее скорости в 35 тысяч? Мы на 35 тысяч, во-первых, не включаем? В данном случае дисковая техника предполагает работу на высоком обороте. То есть на низком обороте вы будете просто кожу с тарапой перевать. Будете очень сильно ее нагревать. Поэтому в данном случае уже протестировано все в плане работы на различных аппаратах, в том числе и на моделях Marathon и X-Cort Pro. Это никаким образом не влияет на ручку. Так, ну что, мы закончили. Смотрим пяточки. Задаем вопросы, если есть по программе. Сейчас мы, Катю, попросим включить Чатиум и показать нам программу Педикюр дисками. Чатиум? Да, Катенька, Чатиум. Ты, наверное, знаешь, что это такое? Уроки школы Эми Сколл Онлайн находятся у нас на платформе Гидкурс. Приложение Чатиум для телефона. Это очень удобно смотреть. Диаметр мы использовали М, 2 сантиметра. Уроки у нас на всех программах, вы об этом знаете, пожизненные. То есть мы никогда не делаем ограничения по просмотру или по обучению, потому что прекрасно понимаем, что вы девочки, и мы здесь не на марафонах, когда, знаете, ставится дедлайн, и чтобы этот дедлайн вас мотивировал к прохождению, к выполнению домашних там заданий. То есть это не марафоны, мы не занимаемся марафонами, мы занимаемся профессиональным обучением и повышением квалификаций мастеров маникюра. Поэтому все программы, которые вы покупаете у нас в школе, это как учебные материалы, учебные пособия. Если бы вы к нам пришли 10 лет назад в офлайн, мы бы вам пособия в распечатанном виде выдали. Здесь вы к нам идете в дистанционное обучение, вы получаете все материалы, видеоуроки, лекции, практику в пожизненное пользование. Это не так мы вам дали попользоваться, а потом забрали. Нет, мы вам дали попользоваться, и, пожалуйста, вы можете пересматривать неограниченное количество раз, вы можете пересматривать это через год, через два, через три, через пять, хоть через 15 лет. Наша школа уже существует 19 лет на рынке. Она самая крупная на всем русскоязычном пространстве в плане площадей. У нас сколько общая площадь площади в ростовской школе? Ну-ка, Екатерина Николаевна, ты знаешь, сколько на этаже у нас? Ну вот, да, 250 квадратов этаж, 4 этажа, это как минимум 800 квадратных метров, один только учебный центр составляет. У Людмилы в классе сейчас учатся до 50 человек, ежемесячно проходит обучение по базовым программам. Она учит бузовиков уже 13 лет, забирала эту эстафету у меня, я ей передавала все базовые программы 13 лет назад. И она является очень опытным педагогом, выпустила более 2000 выпускников с нуля. С нуля, да. Вообще это наша специализация обучать именно с нуля, но есть и программы повышения квалификации. Если вы учились у Люды, ну-ка проплюсуйте, кто учился у Люды, и вы учились давно, и тогда еще не было у нас в программе педикюр-дисками, потому что сейчас педикюр-дисками он входит в базовую программу педикюра. Входит в онлайн, в офлайн. Но если вы учились давно, и вам нет смысла идти заново на базу, вы берете этот коротенький курс повышения квалификации, педикюр-дисками. И там и обработка пальчиков аппаратная, и разбор всех фрез, которые для аппаратной обработки пальчиков, и обработка стопы дисками. Лекции Людмилы Петровны огонь! Конечно, знаете, сколько Люда раз прослушивала мои лекции, тогда не было видеоуроков, онлайн-записи. Людочка, я так думаю, раз пять, наверное, слушала. Ну, потока три это точно? Потока три точно она сидела, не вылазила из класса и слушала мои лекции. Да, поэтому она читает лекции один в один, как я. Один в один, как я. Кто у неё учился, это знают. А кто не учился, просто доверьтесь мне. Так, ну что, Кать, ты показываешь мне? Сейчас мы покажем, где ссылка на курс. Ссылка на курс у меня в профиле, в шапке профиля. Ссылка на курс у Людмилы в профиле. Вы можете к ней в профиль перейти из сторис, которые я выкладывала сегодня. Да, и там вы увидите специальную цену на программу. Минус 20% на первые сутки. Мы всегда это делаем, даём специальную цену на первые сутки. Теперь, что касается наших выпускников и клуберов. Смотрите, для клуберов и для выпускников я отдельно даю информацию. Если вы у нас учились на маникюр, на базовый, и при этом вы имеете обучение базовое по педикюру, например, где-то в другом месте учились, у вас уже на платформе есть ссылка на специальную цену на педикюр дисками. Да, если вы брали базовую программу по педикюру онлайн, конечно, вам это не нужно, у вас всё это в программе есть. Если вы у нас в клубе и не учились, допустим, ни на каких программах, то для клуберов у нас самые низкие цены, это минус 40% от всего прайса по курсам. И это находится в папке «Специальные цены на курсы». У вас так папка и называется на платформе «Ищите, если не найдёте клуберы». Клуберы, слышите меня, потому что вечно вы купите, а потом мне пишите «Вера, я купила!», а там оказывается специальная цена. Клуберы, у вас самая низкая цена на все программы «Школы онлайн». Минус 40% от номинальной цены. У базовых потоков золото, серебро, платина у вас минус 30%. Ищите эти цены у себя на платформе в папках «Специальные цены на курсы». Если не найдёте, напишите мне. Также девочки сейчас опубликовали ссылку на эту программу по вашим специальным ценам во все рабочие чаты. В чат выпускников, в чаты рабочих, где сейчас девочки учатся, и в чат клуба в Телеграмме. И сейчас на первые сутки, если вы не в клубе, если вы не наш выпускник базовых потоков, золото, серебро, платина, чемпионы и так далее, то есть вы просто хотите купить сейчас по специальной цене, переходите по ссылке в шапке профиля и забирайте, пока мы не закрыли эту специальную цену. Цена закроется специально завтра в 24.00. Ну, 00. Короче, ночью. Ночью мы закроем. Получается полтора дня. Мужики пишут. Даже не буду читать эти комментарии. Просто удалю. Так, спасибо, Вера. Можно ли сейчас в клуб? Сейчас в клуб, к сожалению, нельзя. Можно только в конце месяца. Следите за сториз. Я буду выкладывать ссылочку. Людмила Петровна, не узнали вас. Богатой будете. Спасибо. Так, ну давайте я им сейчас покажу. Уроки, которые входят в, чуть-чуть отсвечивает, вот, в педикюр, в программу педикюр диском. Материаловедение, обработка стопы диском гиперкератоз, обработка стопы диском тонкая и сухая кожа, обработка стопы диском обезвоженная кожа с трещинами. И мы сейчас еще зайдем в бонусные уроки. Здесь у нас уроки по все виды вращающихся инструментов. Это классификация вращающихся инструментов, разбор всех фрез, инструменты, необходимые при аппаратной технике, основные этапы аппаратного педикюра, обработка пальцев аппаратным способом обязательно, да, мы ее сюда добавили, обработка твердой межпальцевой мозоли даже сюда входит, обработка трещин, ну и покрытие гель-лаком мы добавили, так говорится, чтобы уже курс был под ключ. Получается у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дополнительных уроков и четыре основных по работе дисками. И зайди, пожалуйста, в инстаграм. Я сейчас покажу, где находится у нас ссылка. В мой инстаграм зайди. Ну, Екатерина Николаевна, так долго открывать инстаграм? Заходим в мой инстаграм. Здесь у нас есть ссылка в шапке профиля. Нажимаем на нее. И вот она, прямая ссылка на покупку педикюра дисками. Описание программы до и после. Вот, пожалуйста. Пожизненный доступ к курсу, конечно же. И сколько осталось до окончания специальной цены. Два тарифа с сопровождением и без сопровождения. И смотрите, без сопровождения можно сейчас купить за 3200 вместо 4000 рублей. 20% скидка. И за 4800 курс с сопровождением. Базовая цена 6000 рублей. 20% скидка. Курировать будет Люда. Будет создан отдельный чат. И домашнее задание она ваше будет проверять. И с вами индивидуально работать. Все. Если есть какие-то вопросы, продолжайте их писать. Тогда уже в комментариях под постом, который я сейчас выложу. Выложив эти эфиры. Лучше онлайн или оффлайн. Если у вас есть возможность прийти оффлайн, идите оффлайн. Мы всегда рекомендуем идти оффлайн. Потому что онлайн программы, они открываются в подарок. Если нет возможности учиться оффлайн, у вас маленькие дети, вы очень много работаете. И вы учитесь в основном по ночам, по вечерам, по выходным. То идите онлайн. У нас огромное количество выпускников, которые прошли у нас обучение именно дистанционно. Потому что в их городе нет школы. Или они живут в очень удаленном населенном пункте. Или детки, основная работа. То есть много разных причин, почему люди сейчас учатся дистанционно. И из-за пандемии у нас рынок онлайна в целом очень сильно вырос. И люди поняли, что в принципе можно сейчас какую только профессию не получить онлайн дистанционно. Вот. Спасибо вам огромное за эфир. Людочка с вами прощается. Я с вами прощаюсь. И до скорых встреч. До встречи на платформе, в нашей школе. Всех целую. Денег вам и клиентов побольше. Сертификат обязательно выдается. Как без сертификата? Обязательно сертификат выдается. Электронный. Все.